Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Я педагог-психолог Джамчужного Марина Владимировна. Сегодня мы с вами говорим на тему о поведенческих стратегиях педагога и родителей для оказания помощи детям, находящимся в кризисной ситуации. Наш семинар будет состоять из двух частей. Сегодня мы с вами рассмотрим феноменологию насилия как причины, факторы риска. На следующем нашем семинаре через неделю мы рассмотрим, что же делать. Как раз таки мы рассмотрим поведенческие стратегии, мы рассмотрим формы работы педагогов, формы работы психолога в данном направлении. Как выявлять диагностику, какие методы, какие технологии есть по работе с насилием. А также для психологов, как правильно вести беседу при первичном обращении и при дальнейшей работе. Немного затронем тему профилактики и работу с семьей. Хотя работа с семьей это, конечно, несколько иная тема. Более подробно мы будем останавливаться всего-таки на работе с детьми, перенесшими или попавшими в ситуацию насилия. Сразу приношу вам извинения, что нам с вами пришлось перенести семинар на неделю. Но жизнь преподносит такие обстоятельства, которые нам не властны. Итак, почему я педагог-психолог 279 детского сада города Волгограда могу говорить на эту тему? Потому что имела опыт длительной работы по данной теме. И также проходила и обучение по работе с посттравматическими состояниями. Находясь потом в тесной связи с комиссией по делам на совершеннолетние, с органами опеки, с правоохранительными органами. То есть имею достаточно большой опыт работы по данной теме. Итак, с вашего разрешения какие-то вещи я буду зачитывать, потому что объем информации большой, что-то я буду вам комментировать. Если будут вопросы, прошу задавать, с радостью и с удовольствием на них отвечу. Итак, дети оказываются наиболее уязвимыми и беззащитными перед дистанционной катастрофой. Что говорить о ребенке, если нам, взрослым, понять и принять такие события невозможно и очень трудно контролировать себя. Такие события нельзя не предсказать, его нельзя уладить, разрешить, конечно же, раз и навсегда. То есть попав в такую ситуацию, ребенок требует длительной реабилитации, длительной заботы и длительной работы. В большинстве случаев для нас, для взрослых, конечно же, стыдно и неловко говорить на эту тему. Поэтому очень долгое время эта тема умалчивалась. На уровне семьи говорить тоже, как правило, не принято, стыдно. Как на это посмотрят другие. Поэтому мы умалчиваем взрослые, страдают от этого, к сожалению, наши дети. Что в кризисной ситуации важно знать учителю, родителям и психологам образовательного учреждения, к чему быть готовыми, чтобы помочь нашему ребенку. Вот это тема нашего сегодняшнего с вами разговора. Психология и психотерапия насилия. Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной России сейчас и на данный момент остается одной из самых актуальных. Мы можем наблюдать периодичность возникновения вообще интереса к этой теме. Вот некоторое время назад был большой бум, начиная где-то с 2000-х годов. Мы открыто и много об этом говорили, сейчас немножечко идет спад интереса к данной теме. Хотя нам, конечно, педагогам, родителям об этом никогда забывать нельзя, и мы всегда должны знать, что с этим делать. К сожалению, как показывают статистические данные нашего города, района, где я проживаю, что и до сих пор тема насилия, насилия в семье, насилие как физическое, так и сексуальное, о чем мы сегодня будем говорить, имеет место быть. Итак, если мы окунемся в историю данного вопроса, то данная проблема всегда существовала в обществе. Упоминания о жестокости к детям в различных литературных источниках встречаются до II века н.э. В ранние времена детей убивали просто в ритуальных целях. Считалось, что убитый ребенок может помочь, например, бесплодным женщинам справиться с болезнями или обеспечить здоровье и молодость. Детей, например, хоронили под фундаментами здания, чтобы сделать здание прочнее. Детей продавали и покупали. Форма наказания была одним из методов воспитания. Видите, представлены даже фрески, репродукции разных времен. То есть да, это имело место быть. Тем не менее, данный вопрос, как показывает история, не привлекал длительно внимания до 1962 года, когда вышла основополагающая работа Кэмпа «Синдром избитого ребенка». Он называется «Синдром Сильвермана» или «Синдром избитого ребенка», хотя сам синдром был описан в конце 18-го, начале 19-го века. Но интерес к данной теме, интерес в обществе появился только после 1962 года. Синдром описан Сильверманом, позже дополненный Корреллом, известной медицинской литературе, еще раз говорю, как «Синдром Д. Сильвермана» или «Синдром избитого детей». Он представляет собой клиническую картину, установившуюся у маленьких детей вследствие жестокого обращения с ними, с семьей или окружающих их лиц. Он проявляется наличием следов ударов, ран, ожогов, в котором прибавляется изменение психического поведения. Все клинические проявления вызваны грубым обращением с ребенком малого возраста, а также жестоким повторением приемов, которые подвергаются организму ребенка. В большинстве случаев родители являются ответственными вследствие морального и психического упадка за жестокое обращение со своими детьми. Я даю данные, которые были описаны в клинической литературе именно до 1962 года. Симптомология синдрома Сильвермана или синдрома избитого ребенка в результате постоянного жестокого обращения после некоторого времени ребенок проявляет значительные соматические и психические изменения. Здесь выделяют, мы не будем рассматривать более подробно, костно-суставные проявления изменения, это различные гематомы, это ушибы, например, оболочек мозга, это нарушение формирования черепа, это различные гематомы и так далее. Далее, это различные глазные проявления, периферические повреждения, сетчатки, катаракты и так далее. Это психические проявления, изменение нормального поведения, застенчивость, анорксия, нервные состояния, безразличные, чайе к окружающему и так далее. Это общие проявления, например, отсталость в наборе веса, гипотрофичный вид, это явный упадок питания, рахит и так далее. Итак, выделены были течения и прогноз. Течения и прогноз констатировались достаточно тяжелые, из-за повторных агрессий со стороны родителей. Если вовремя не произойдет вмешательства для выявления ребенка из-за этой порочной среды. С каждым агрессивным нападением проявляются другие костно-мышечные, кожные повреждения или психические травмы, травмы, влияющие на психическое поведение ребенка. В лечении. Лечение разделялось на два направления. Это целевое лечение, как устранение травм и нарушение работы органов систем. И профилактика. То, что и сейчас, о чем мы очень много говорим. Этого избежания постоянного грубого обращения родителей и детьми рекомендуется. Цельная защита, применение судебных мер против тех, кто наносит телесные повреждения и угрожает психической целостности детей. Как следует, все данные, которые, сразу оговорюсь, я буду приводить. Это данные, статистические данные Всемирной организации здравоохранения, а также Российской организации здравоохранения. Итак, как следует из доклада Всемирной организации здравоохранения, насилие и его влияние на здоровье. Эти доклады выходят практически ежегодно. И я просматривала все данные, начиная с 2000 года. Итак, информация о количестве детей, умирающих ежегодно в результате жестокого обращения в мире, поступает из свидетельств о смертности или данных о смертности. Конечно, во многом это связано и увеличение сейчас. Мы будем говорить числа случаев жестокого обращения с детьми, если мы говорим про всемирную ситуацию, прежде всего с войнами, которые существуют, потому что гибнет огромное количество детей. Итак, начиная с 2000 года, Всемирной организации здравоохранения было установлено 57 тысяч случаев убийства детей до 15 лет. К сожалению, ежегодно эта цифра только увеличивается, пока еще не было ни одного года, где цифра бы имела снижение. Итак, Всемирная организация здравоохранения, извиняюсь, глобальная оценка убийства детей показывает, что младенцы и самые маленькие дети подвергаются наибольшему риску. При этом показатели для группы от 0 до 4 лет вдвое превышают показатели для детей от 5 до 14 лет. То есть смертность именно среди самых маленьких детей. Риск насилия с летальным исходом зависит от уровня, конечно же дохода страны и от региона мира. Для детей до 10-летнего возраста, проживающих в странах с высоким доходом, уровень убийств составляет 2,2 случая на 100 тысяч мальчиков и 1,8 случая на такое же количество девочек. То есть убийств и насильственных действий по отношению к мальчикам гораздо больше. И мы потом будем рассматривать категории, кто чаще подвергается насилию. У мальчиков ситуация насилия гораздо погубнее, чем у девочек. В странах с низким или средним уровнем дохода, конечно, эти показатели в 2-3 раза выше по официальным данным, хотя считается, что даже не в 2-3 раза, а в 4-5 раз выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. Наиболее типичной причиной смерти детей в результате жестокого обращения являются травма головы, за ней следует ранение брюшной полости, а также различные варианты удушений. Научными исследованиями было установлено на территории Российской Федерации. Насилие в той или иной форме совершается, к сожалению, в каждой четвертой российской семье. Ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. Для 10% этих детей исходом становится смерть, а для 2 тысяч детей, то есть огромнейшая цифра, это сноубийство. Кстати, о суицидах мы тоже сегодня немножечко затронем в конце семинара и поговорим. Более 50 тысяч детей в течение года уходят из дома, спасаясь от собственных родителей, а 25 тысяч несовершенных летних до сих пор находятся в розыске. Извиняюсь, вот данные я привожу, начиная с 2008 года, что от жестокого обращения погибло 1914 детей, это по нашей стране, и искалечно 2330 детей. По сравнению с годами, если мы берем 2000 год, эта цифра была, 2005 год, эта цифра была гораздо ниже. Итак, проблема психотравмирующего влияния населения на ребенка имеет место не только психологические, но также социальные, медицинские и юридические аспекты. Однако в нашей стране, вот просматривала все данные, до сих пор нет специалистов, узких специалистов, которые работают только в этом направлении. Есть специалисты, которые работают с посттравматическими состояниями, но, как правило, это специалисты не образовательных учреждений и даже не клинические. Чаще всего это специалисты МЧС, но на широкий круг они не работают, то есть это ограниченное количество ситуаций, да, как правило, это вследствие каких-то катастроф. Если мы говорим о насилии, то обратиться к сожалению, да, говорю, ситуация Москвы, конечно, гораздо лучше или Питера, чем в нашем городе, но обратиться, как правило, к сожалению, некуда родителям. Итак, насилие, совершенное по отношению к ребенку по своим последствиям, относится к самым тяжелым психологическим травмам. А в случае сексуального насилия или длительного физического насилия, как правило, приводит к посттравматическому синдрому. Называется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает как отсроченный или затянувшийся ответ на стрессовое событие, краткое или продолжительное, исключительно угрожающее или катастрофического характера, которое может вызывать глубокий стресс. По МКБ-10 это шифр F43.1. В случае хронического течения посттравматического синдрома возможен переход к устойчивому изменению личности, тогда уже говорят о травматическом неврозе. Это шифр F62. Нарушения, возникающие вследствие насилия, конечно же, затрагивают все уровни функционирования ребенка, как познавательную сферу, так и физиологическую. Аппетит, сон, возникает множество соматических заболеваний и жалоб. Наблюдаются стойкие изменения личности, которые препятствуют самореализации ребенка в будущем и вызывают нарушения поведения. Раннюю алкоголизацию, наркотизацию, непроизвольное воспроизведение травматических действий в поведении, а также аутоагрессивное поведение, то есть самоистязание, суициды и так далее. Пережитое в детстве насилие нередко приводит и к отдаленным последствиям, оказывая влияние на всю дальнейшую жизнь жертва. Поскольку подобный травматический опыт будет формироваться, будет формировать специфические семейные отношения и запускать особый жизненный сценарий. То есть все возвращается на круги своя. Как правило, получается замкнутый в круг. То есть пережитое в детстве насилие, формирует специфические семейные отношения, запускает жизненные сценарии. И человек, идя по этому кругу, соответственно, как форму поведения, жестокости насилия, начинает применять к собственным детям. Каковы же корни и факторы риска, способствующие насилию над ребенком? Ответив на эти вопросы, мы, конечно, можем использовать более эффективные стратегии вмешательства и его предотвращения. Все-таки нам придется, да, те, кто работает, те, кто сталкивается с этим, нам придется сейчас рассмотреть, и я думаю, эта информация будет для вас интересна и полезна. Какие же формы насилия существуют, каковы причины проявления насилия, факторы, какая категория детей чаще являет и подвергается насилию, да, то есть есть понятие эффективного поведения, то есть это же поведение жертвы, об этом мы будем говорить, правда, на следующем семинаре, но все-таки, да, о том, какие категории детей могут провоцировать против себя насилие, мы тоже сегодня об этом поговорим. Вот так я вам попыталась по определению Всемирной Организации Здравоохранения представить определение насилия, которое было дано Всемирной Организации Здравоохранения. Итак, это преднамеренное и применение физической силы или власти, действенное или в виде угрозы направленное против себя, против иного лица, против группы лиц и общины, результатом которого является, либо имеется высокая степень вероятности этом, телесные повреждения, смерть, психологическая травма и отклонение в развитии или различного рода ущерб. Это определение соединяет преднамеренность и фактическое совершение акта насилия независимо от его результата. Включение в определение слов использования власти расширяет традиционное вообще понимание насилия, природы насилия и насильственного акта, что включает понятие насильственных действий, источником которой является власть над человеком, то есть это применение угроз и запугиваний. Международное общество по предотвращению насилию над детьми и отсутствии забот о них сравнило определение жестокого обращения в 58 стран и обнаружило, что в них и обнаружило в них некоторые общие места. В 1999 году совещание ВОЗ по предупреждению насилия над детьми составило следующее определение жестокого или плохого обращения с ребенком. Это все формы физического и или эмоционального плохого обращения, сексуальное насилие, отсутствие заботы, пренебрежения, торговли и другие формы эксплуатации, способные привести или приводящих к фактическому ущербу для здоровья ребенка, его же выживания, развития или достоинства в контексте отношений, ответственности, доверия и власти. Согласно официальной позиции ВОЗ, причины насилия отчасти обусловлены биологическими и иными личностными факторами предрасположенности человека к агрессии. Однако, чаще такие факторы взаимодействуют с семейными, общинными, культурными и прочими факторами внешнего характера. Итак, причины. Причины появления насилия над детьми и подростками. Они, конечно же, многочисленны и определяются сочетанием различных факторов, ни одна из которых в отдельности не может возложить всей ответственности на данное явление. Нельзя говорить, что, например, силу какой-то социокультурной природы или силу личного жизненного общества может появиться. Появится насилие в семье, если мы говорим. Обязательно должно быть и, как правило, это совокупность факторов. Во-первых, насилие может иметь социокультурную природу, быть неотъемлемой частью стереотипических представлений о сущности семейных взаимоотношений, воспринятой с воспитанием. Если мы окунемся в природу, в историю, даже историю России, историю других стран, то наказание розовыми плетью было абсолютно нормальным способом воспитания. Сейчас, конечно же, мы от этого, слава богу, ушли. Во-вторых, жестокое обращение с детьми и подростками может быть результатом личного жизненного опыта индивида или индивидов, и тем самым для них тоже создается морально-психологическое основание считать такой тип взаимоотношений универсальным. Третья группа – это причины, связанные с травмой детства, то, о чем мы уже с вами говорили, с пережитым в раннем возрасте разрушительным опытом, что заставляет индивидов вмещать на ребенке свои также детские комплексы. В-четвертых, это социальная и психологическая декомпенсация в результате внешних воздействий, превышающих пределы личной устойчивости индивидов, вынуждающих некоторых из них искать заместительные компенсации своей неудовлетворенности дома. Как правило, это люди, если мы говорим о категории родителей, или если мы говорим о личности насильника, это люди, не смогшие утвердить себя в этой жизни, неудовлетворить свои основные потребности, которые находят другой способ самоутверждаться. Дальше. Пятая группа причин связана с личностными особенностями индивида, с чрезвычайно развитыми их доминирующими чертами и особенностями характера. В настоящее время не существует единого мнения о первопричине насилия над детьми и подростками. Было предложено множество микро- и макротеорий от наличия психических нарушений до влияния социокультурной среды. Итак, ученый-психолог Гилл разделил жертвы жестокого обращения на несколько возрастных групп. Первая группа от года до двух лет. Как правило, эта группа детей, как мы уже говорили по статистическим данным, максимально опасная, именно наибольшее количество детей гибнет в этом возрасте от насилия, а также от полной мере неполного ухода. Дальше. В группе от 3 до 9 лет число случаев удваивается. Далее. От 9 до 15 лет частота проявлений начинает понижаться. Это, прежде всего, связано с тем, что ребенок с возрастом, дети ближе к подростковому возрасту, начинают избегать, уходить из дома, поэтому частота случаев насилия понижается. И, как правило, после 16 лет идет исчезновение. Просто не потому, что родители перестают по-другому относиться к детям, а вследствие того, что дети просто начинают избегать этих форм насилия. Итак, исследователи, извиняюсь, этот вопрос определить факторы риска на уровне индивида, семьи и общества и доказали, что ни один фактор, а их, еще раз повторю, взаимовлияние приводит к насилию над детьми. Они также отмечают, что наличие того или иного фактора риска не означает проявление насилия, а ускоряет их вероятность и возможность возникновения. При этом наличие нескольких неблагоприятных факторов, конечно, увеличивает данный риск. Надежда Владимировна Тарабрина, доктор психологических наук, и я рекомендовала бы ее работы. Кому интересна эта тема, найдите в интернете. В ее книге можно найти, это «Психология посттравматического стресса», «Теория практики», «Психологические последствия войны», «Практикум по детской психологии посттравматического стресса» и другие. Очень многое очень интересно говорит о данном феномене, а также о том, что с этим, конечно же, делать. Указывает, что наиболее частыми жертвами насилия, как со стороны взрослых, так и сверстников, становятся. Первое – это дети, воспитывающиеся в условиях жестокого обращения в семье, которые враждебно воспринимают мир и готовы быть жертвами насилия со стороны сильных, сами проявляют его по отношению к слабым. Дальше – это дети, воспитывающиеся в условиях беднадзорности, заброшенности, эмоционального отвержения, не получающие достаточного ухода и эмоционального тепла, а также имеющие отставание в психическом, психофизиологическом развитии, легко внушаемые, не способные оценить уровень и степень опасности. Это уличные дети. Это дети, которые воспитываются в остановке беспрекословного подчинения, дети, не умеющие сказать «нет», и об этом я сегодня хотела бы еще сделать на это упор. Например, это дети с нечеткими внутренними границами личности, делающими их неспособным сопротивляться насилию. Эти дети, следующая категория детей, дети с нервно-психическими расстройствами, олигофрения, расстройства личности, различные психопатии, последствия органического поражения головного мозга и прочее. Это маленькие дети в силу своей беспомощности, об этом я уже говорила. И особая категория детей – это недоношенные дети или с малым весом при рождении. Вот эта категория детей особенно опасна тем, что такие дети, как правило, более раздражительные, чаще плачут, то есть приносят больше проблем своим родителям. Бесспорно важная роль в этом вопросе принадлежит, конечно же, семье. И мы с вами рассмотрим факторы риска применения насилия на уровне семьи. Таких факторов несколько. Итак, прежде всего, я беру данные, которые предложил Брэнэ Браун. Это ученый-исследователь, психолог, профессор университета Хилстона в 1988 году. Считал, что насилие в семье провоцирует ситуативные нарушения, нарушение семейных отношений, низкая самооценка, нежеланность ребенка. И структурные – это безработица, социальная изоляция, финансовые трудности и различные стрессоры. Итак, еще раз говорю, это ситуативные, это структурные и факторы стрессоры, которые он называет. Итак, рассмотрим первую группу социально-экономических факторов. Это низкий доход и постоянная нехватка денег, которые вызывают напряженность, связанную с неудовлетворенностью основных потребностей членов семьи. Это безработица или временная работа, также низкий трудовой статус, особенно у отцов. Как показывает статистика, работающие, особенно матери, меньше склонны к использованию насилия по отношению к своим детям. Это большая семья, которая требует больших эмоциональных, а также материальных затрат. Это молодые родители, которые, к сожалению, из-за отсутствия школы готовности молодых родителей, которые не готовы к роли родителей, и ребенок является в данном случае раздражающим элементом. Это неполные семьи, прежде всего, наличие одного кормильца, конечно же, ухудшает материальное положение. Это принадлежность групповому меньшинству, принадлежность к религиозной, например, секте, проживание в узком кругу людей, деревне, маленьком городе в сочетании с безработицей и низким уровнем образования. Это плохие квартирные условия, перенаселенность жилой площади, что также приводит к дополнительной напряженности и отсутствию социальной помощи, когда семья остается один на один со своими проблемами. Почему мы об этом говорим? Потому что, когда мы будем говорить о профилактике и о выявлении семей, то данные категории семей – это те, которые, конечно же, мы должны всегда иметь в виду, те, кто работает в образовательных учреждениях. Мы знаем уже для себя, для галочки, что, например, семья, которая имеет плохие материальные положения, которое живет в тесненных условиях квартирных, конечно же, будет уже семью риска. И на такую семью в рамках образовательного учреждения мы должны, конечно же, обращать определенные внимания. Хотя это не является, еще раз говорю, четким показателем к тому, что в данной семье будет применяться какое-либо насилие. Далее, это факторы риска, которые обусловлены структурой семьи и моделью общения. Прежде всего, это родители-одиночки, а также многодетные семьи. В неполной семье больше предпосылок для переживания стресса, чем в обычной семье, которые осложняются фактором нестабильности. Когда, например, мать часто меняет сожителей, что существенно затрудняет формирование семейной системы. Во-вторых, отношения между детьми и сожителями складываются по-разному, и часто они неопределены. Во-вторых, они отличаются непостоянством. Прежде всего, потому что обусловлены статусом вот этого нового члена семьи, калиф на час, которого можно было бы назвать. Наличие отчима в семье или приемные родители, где возрастает риск сексуального насилия, особенно над девочкой. В семье там, где есть отчим. К сожалению, в своей практике наблюдала и не одну такую семью. И даже при появлении насилия в семье, где мать великолепно об этом знает, но скрывает по тем или иным причинам. Вот, например, работая с одним случаем, где у 10-летней девочки, но там было не насилие, там были развратные девочки по отношению к несовершеннолетней со стороны отчима. Мама великолепно это знала, а когда дело дошло уже до прокуратуры, до судебных органов, мама, единственная ее причинная обговорка, почему она об этом не говорила раньше, говорила тем, что я же потеряю своего нового мужа, это мой последний шанс в жизни, и я останусь одна. То есть ради этого, к сожалению, матери подвергают своих детей ситуациям насилия. Далее, это конфликтные или насильственные отношения между членами семьи. Родители, применяющие насилие при разрешении конфликтов между собой, склонны использовать его также с целью подчинения и по отношению к детям. Женщины, испытывающие насилие от мужа, в большей степени также будут проявлять насилие по отношению и к своим детям. Далее, в семьях с неравномерным распределением власти между родителями, при доминирующей гиперпротекции. Также семьи с размытыми неопределенными семейными ролями и функциями, с двойственным типом воспитания, когда к детям применяются непоследовательные и противоречивые действия. Когда будем говорить о диагностике, то при диагностике детско-родительских отношений, как правило, в таких семьях, у таких родителей, очень высокие требования, вернее, наоборот, отсутствие требований по отношению к ребенку, но высока вероятность контроля за этим. То есть это нарушение в требованиях по отношению к ребенку. Далее, это проблемы между супругами, такие как сексуальная неудовлетворенность, отсутствие или недостаток эмоциональной поддержки в семье. Характер получаемой эмоциональной поддержки влияет на психологическое, конечно же, благополучие, прежде всего матери, и в конечном итоге на ее отношения с детьми. Ревнивые отцы могут воспринимать ребенка как соперника, вследствие чего они склонны эмоционально отвергать его и вступать в борьбу за любовь и привязанность матери, вместо того, чтобы поддерживать и помогать ребенку. К сожалению, такие случаи тоже, говорю о собственной практике, не единичные. Это межпоколенная передача, когда родители, испытавшие и видевшие в детстве насилие, склонны к нему обращаться в своих воспитательных воздействиях, и насилие для них является привычным способом разрешения социальных конфликтов. Это проблемы взаимоотношений родителей и ребенка, это эмоциональная и физическая изоляция семьи. Изоляция проявляется в отсутствии социальных контактов, формальной и неформальной поддержки. У матерей, применяющих насилие, с большей вероятностью, нет никого, кому они могли довериться со своими проблемами. Очень часто они не имели хорошего контакта со своей матерью, что в свою очередь могло отразиться на формировании собственной роли матери. У них не было возможности оставить ребенка на чьё-то попеченье, чтобы освободить время для себя, для того, чтобы элементарно отдохнуть. Итак, далее рассмотрим факторы риска, которые обусловлены личностью родителя. Итак, риск насилия возрастает, если родители обладают такими психологическими особенностями, как ригидность, доминирование, тревожность, быстрая раздражительность, низкая самооценка, депрессивность, импульсивность. Дальше просмотрите на слайде, потому что таких специфических нарушений в личности родителя достаточно много. Негативное отношение родителей к окружающим и неадекватные социальные ожидания в отношении ребенка. В этом случае родители оценивают поведение ребенка как сильный стрессор. Их отличает недовольство и негативное самоощущение. Они чувствуют себя несчастными, недовольными своей семейной жизнью и страдают от стресса. Это низкий уровень социальных навыков, когда отсутствует умение вести переговоры, решать конфликты и проблемы, совладать со стрессами, просить помощи у других. При этом работают механизмы психологической защиты. Наличие проблемы, конечно же, отрицается, чтобы принимать помощь. Вот такие родители очень хорошо вычисляются на консультацию. То есть они закрываются, они будут говорить о всем чем угодно. При этом чувствуется недосказанность. И как только мы пытаемся пробраться через эту стену, мы встречаем очень сильную такую стену. Далее, это психическое здоровье родителей. Выраженные психопатические отклонения, нервозность, депрессивность, склонность к суицидам увеличивают риск применения насилия по отношению к своим детям. Это, конечно же, алкоголизм и наркомания родителей. Тут даже говорить не приходится. Далее, это проблемы со здоровьем родителей, эмоциональная воплощенность и умственная отсталость. Родители не всегда понимают состояние особенно больного ребенка, течение его болезней и последствий. Поэтому может оставать ребенка без необходимой помощи. Это недоразвитетест родительских навыков и чувств, что чаще всего касается молодых, конечно же, семей. Это дефицит родительских чувств и навыков. Чаще всего характерен как раз для молодых, умственно отсталых, психически больных родителей. Есть категории родителей, которые убеждены, что ребенок существует для удовлетворения их эмоциональных потребностей. Как правило, это касается матерей-одиночек. Таким образом, ответственность за проблемы детства, конечно, перекладывается на самого ребенка, а роль взрослого в этом просто-напросто отрицается. И еще важный фактор, личность ребенка как фактор насилия. Есть определенная категория детей, я с вами вначале проговорила про понятие виктимное поведение, которые провоцируют тем или иным осознанно или неосознанно против себя насилия. Прежде всего, относим сюда, это нежеланные дети, а также которые были рождены после потери родителями предыдущего ребенка. Это недоношенные дети, имеющие, еще раз говорю, видите, опять мы попадаем в эту категорию детей, имеющие при рождении низкий вес. То есть те дети, которые требуют от родителей повышенного внимания, повышенной заботы. Это дети с врожденными или приобретенными увечьями, низким интеллектом с нарушением здоровья, следствием каких-либо синдромов, хронических заболеваний, в том числе и психических. Работая вот в детском саду с такой категорией детей, у нас есть группы детей, группы особый ребенок, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, очень много приходится работать именно в этом направлении. В направлении принятием родителей именно нарушений, которые есть у детей. Многие склонны закрывать на эти глаза. А у нас все хорошо, мы сейчас вот походим в детский сад, а потом пойдем в обычную школу, не принимая внимания, что у ребенка может стоять даже глубокая умственность. Глубокая умственная отсталость. Далее. Это дети с расстройствами и особенностями поведения. Такие особенности, как раздражительность, гневливость, импульсивность, гиперактивность, непредсказуемость поведения, нарушение сна и норизм. Это категория детей, которая требует от родителей повышенного внимания. Могу отдельно сказать, работая более 10 лет по теме гиперактивность и очень много по работе с гиперактивными детьми, что такие дети приобретают как вторичное проявление агрессию. Агрессию вследствие того, что по отношению к ним, особенно в семье, очень часто родители применяют агрессию. Не имея возможности справиться с вот этой импульсивностью, чрезмерной активностью детей. Что обычно родители делают? Начинают кричать, применять физические наказания. Хотя при данном синдроме это абсолютно бесполезно. Итак, это дети, живущие в многодетной семье, особенно где промежуток между рожденными детьми был небольшой в погодке. Это дети с определенными свойствами и личностями. Требовательность, замкнутость, апатичность, равнодушность. Опять те факты, те черты личности, которые родители не способны принять. Это дети с привычками, действующими на нервы родителя. Очень часто у родителей есть такой гиперкомпенсация, гиперперенос. То есть, когда родитель может осознавать, что у него есть эта привычка, может не осознавать, что она у него есть, но начинает активно видеть в своем ребенке то, что его раздражает, допустим, в семье, и бороться с этой привычкой не в себе, а переносить данные качества на ребенка и начинать активно бороться в ребенке с этим качеством, хотя не факт, что у ребенка будет данное проявление. Это дети с особенностями внешности, которые отличаются от других, или тяжело переживаемые родителями, которые никак не могут примириться. Например, дети не того пола. Мама очень хотела девочку, ждала девочку, родился мальчик, и тогда начинается либо воспитание по пути, то есть мальчика воспитывают по пути воспитания девочки, такие случаи тоже неоднократны, либо такие дети просто не принимаются. Это дети, вот это огромная категория, которую я включила, дети внешне похожие на члена семьи, которому есть негативные эмоции по отношению к матери. Своей практике столкнулась тем случаем, когда в следствии развода, например, ребенок похож на отца, которому мать испытывает злость или ненависть в следствии развода, идет развод, и в семье две девочки. Одна девочка похожа на маму, вторая девочка похожа на папу, как внешне, так же была любимицей папы. И вот эта вторая девочка начинается матерью отвергаться и не приниматься. То есть всю злость, которую она бы не может переложить на мужа и обвинить его, она стала переносить на своего ребенка. И, конечно, в этом случае была очень длительная такая работа, проведена по принятию своего ребенка, хотя ранее ребенок был любим. Особенно существенно обладают ли родителями навыками обращения с агрессивными или имеющие особенные потребности ребенком. Умеют ли они снимать возникающее у них напряжение адекватным конструктивным способом. Часто трудные дети становятся жертвами насилия многократно, как в школе, так и дома, так и в различных жизненных ситуациях. Итак, выделяют вообще несколько классификаций насилия. Прежде всего, в зависимости от стратегии оббитчика. Насилие бывает либо явным, либо скрытым. Это от времени воздействия, которые случаются в прошлом и в настоящем. От длительности действия. Это систематическое насилие или это единичные случаи. И по месту происшествия, где это в семье, беру в школе, в частности, будем говорить в образовательном учреждении, потому что в детских садах также мы отслеживаем, к сожалению, такие случаи. Или на улице ситуативные. В руководстве по предотвращению насилия над детьми 1997 года под редакцией Марии Даутовны Асановой выделяют четыре основных типа насилия. Вот мы рассмотрим сейчас деклассификации, которые предложены наиболее широко в литературе. Это физическое насилие, любое не случайное нанесение повреждения у ребенка в возрасте до 18 лет. Это сексуальное насилие, использование ребенка или подростка другим лицом для получения сексуального удовлетворения. Это пренебрежение, хроническая неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить основные потребности несовершеннолетнего ребенка в пище, одежде, жилье, медицинском уходе, образовании. На это мы сегодня тоже обратим внимание и так далее. И психологическое насилие. Это хронические паттерны поведения, такие как унижение, оскорбление, издевательство и высмеивание ребенка. Ребенок жертвы страдает одновременно, как правило, от нескольких форм насилия. Например, жертва изнасилования часто переживает также физические насилия, избиения и эмоциональные, угрозы, убить, покалечить и так далее. Наиболее полная и четкая, вот вторая классификация, которая наиболее часто встречается, была дана Рут Сонет. Это педиатр и руководитель Центра поддержки детей город Тарту. Она предложила данную классификацию в 2000 году, которая недостойное отношение к ребенку подразделяет на три основные большие группы. Это насильственные действия над ребенком. Вот сюда входит эмоциональное насилие, физическое насилие, психологическое и сексуальное. Это заброшенность ребенка, то есть неудовлетворение его потребностей. И, как ни странно, чрезмерная опека, то есть чрезмерная защищенность ребенка. Вот в этом случае при чрезмерной опеке, хотя вот сегодня мы про нее будем говорить минимально, на самом деле эти дети, почему они являются такой большой категорией? Потому что, как правило, эти дети не умеют противопоставить себя обществу. Это раз. Они не умеют защищаться. Либо эти дети сами очень часто провоцируют, пытаясь вырваться из-под опеки, вот этой гиперопеки родителей. Они часто сами приобретают черты провоцирования окружающих, то есть агрессивные черты, и сами провоцируют окружающие, либо в образовательном учреждении, то есть это чаще всего школа, либо улица, проявление агрессии по отношению к себе. То есть чрезмерная опека тоже является вот такой категорией насилия. И начнем рассматривать. Итак, пренебрежение или заброшенность. Это вид пренебрежительного отношения, при котором ребенок ставится в психическое или физическое уязвимое состояние таким образом, что его первичные потребности родителя оставляют неудовлетворенным. На самом деле от пренебрежительного отношения, особенно от физической заброшенности, от недосмотра гибнет огромное количество детей, что буквально в прошлом году в рамках одного из образовательных учреждений могли наблюдать. Мама в следствии развода папы находит себе нового друга, уезжает к нему в деревню, забирает туда ребенка. Официально в образовательном учреждении она пишет заявление на месяц, снимает его из детского сада и уезжает. То есть в образовательном учреждении мы живем спокойно, потому что мама написала на месяц отпуска, что ребенок под присмотром. Данная семья также, кстати, не стояла в категории под наблюдением, потому что не было факторов, которые указывали на то, что семья проблемная. Но увлекшись своими новыми отношениями, она просто бросает ребенка, и ребенок в следствии недосмотра просто, это был летний период, просто утопает в, я не помню, то ли река это была, то есть просто по недосмотру. Там не было никаких насильственных действий, это просто было пренебрежение. Итак, здесь выделяем физическая заброшенность. Это запущенность ребенка, которая выражается в отсутствии действий, учитывающих и удовлетворяющих его потребности, или в неверных действиях по отношению к нему. Например, ребенка оставляют без соответствующего его возрасту питания или пищу готовить неприемлемым для него способом. В неволочных семьях неоднократно мы наблюдали, общаясь с органами опеки, например, маленький ребенок, новорожденный, а его пытаются в днице большом кормить. Когда ребенку не меняют пеленки, это по отношению к маленьким детям, на плач ребенка не реагируют никаким способом, забывают на время кормления, не берут его на руки, не утешают, не пытаются понять причину плача. И что мы можем наблюдать, например, в образовательных учреждениях, когда ребенка одевают не по погоде, то есть у ребенка нет необходимой одежды. Далее категория. Это эмоциональная заброшенность, неудовлетворение эмоциональных потребностей ребенка. Это равнодушие к нуждам ребенка и отказ в их удовлетворении. Это отсутствие одобрения ребенка, это игнорирование ребенка, то есть невнимательнее к нему. В случае эмоционального пренебрежения не удовлетворяются базовые потребности ребенка во внимание и любви и защищенности. Как правило, это бывает вследствие непринятия ребенка по каким-либо причинам. Далее. Это заброшенность здоровья детей. Бездействие со стороны родителей по поддержанию и восстановлению здоровья ребенка, которое выражается в следующих формах. Отсутствие систематической диспансеризации ребенка. Родители отказываются от необходимых для ребенка медицинских процедур. Ребенку не покупают необходимые лекарства. Ребенку дают заведомо неправильные либо некачественные лекарства, неправильные дозировки. В случае серьезной травмы не обращаются к врачу и не обращают внимания на соматические жалобы у ребенка и вовремя не обращаются к врачу. Мы в своем образовательном учреждении сталкивались и сталкиваемся с этим. Когда родители не принимают тот дефект, который есть у ребенка, соответственно, ребенку не оказывается ни должное обследование, ни должное лечение. И тогда мы работаем с семьей именно по данному направлению, потому что все-таки это заброшенность здоровья ребенка. И пренебрежение, еще одна категория образованием ребенка. Это бездействие и отсутствие поддержки, оказываемое ребенку в получении образования, что приводит к недостаточному развитию, применению способностей ребенка и выражается в следующих ситуациях. Ребенок часто опаздывает в школу, ребенок часто пропускает занятия. Родители утром просто ребенка не будет или забывают разбудить. Родители избегают контакта с учителем. Родители вместо занятий оставляют ребенка дома для присмотра за младшими детьми. Такое часто бывает в многодетных семьях. Или чаще всего, при пренебрежении образованием ребенка, мы сталкиваемся в сельской местности. Родители не заботятся о возможностях развития способностей ребенка и не интересуются его школьными проблемами. Какие же последствия, следственные пренебрежения мы можем видеть у детей? Прежде всего, это внешние проявления. Опять-таки, вот на основе этого мы можем уже констатировать наличие, то есть по наблюдению, есть или нет данный вид насилия в семье. То есть такие семьи мы можем, если говорим об образовательном учреждении, ставить как семью риска, даже если она нигде, никогда не засвечивалась, комиссии по делам несовершеннолетних ни разу не было замечено. Но в рамках образовательного учреждения еще раз скажу, такую семью мы уже должны поставить на заметку. Итак, внешние проявления у ребенка. Это утомленный вид, бледное лицо, опухшие веки, у грудных детей это обезвоженность, опрелость и сыпи. Это одежда неряшливая, несоответствующая сезонному размеру ребенка. Это нечистоплотность и свежий запах. Физические признаки. Это отставание в весе, рося от сверстников, наличие педикулеза, чесотки, частые несчастные случаи, гнойные хронические инфекционные заболевания. Это запущенные, невылеченные заболевания, например, запущенный кариес, отсутствие надлежащих прививок, а также задержка речевого и психического развития. Особенности поведения. Постоянный голод. То есть ребенок постоянно хочет кушать, который может красть пищу, также рыться в отбросах. Это неумение играть. Это постоянный поиск внимания и участия. То есть такие дети навязываются, как взрослым, такие лизунчики, они постоянно пытаются каким-либо способом обратить на себя внимание. Это частые пропуски школьных занятий. Это крайности поведения. Инфантерен или принимает роль взрослый, выведет себя по псевдо-взрослой манере, агрессивен или замкнут, апатичен или наоборот гиперактивен. Это склонность к поджогам, жестокость по отношению к животным. И это различного вида невротические расстройства. Такие, когда мы можем наблюдать сосание, это могут быть тики, это могут быть монотонные раскачивания и мастурбация. В данном случае мы рассматриваем это как невротическую реакцию, как невроз. Далее, следующая категория – это эмоциональное насилие. Мы с вами будем выделять как эмоциональное насилие, так и психологическое насилие. Несмотря на то, что это понятие «два» тесно переплетается и примерно кажется, что это одно и то же, на самом деле есть различия. Итак, эмоциональное насилие – это данная форма насилия, которая труднее всего распознается, поскольку проявляется как изолированно, так и в сочетании с другими формами. Эмоциональное насилие над ребенком – это любое действие, которое вызывает у ребенка состояние эмоционального отвержения, подвергая опасности возрастной развития его эмоциональной жизни. То есть самое главное, что при данном виде насилия ребенок находится в постоянном напряжении, эмоциональном напряжении. К эмоциональному насилию следует относить такие действия, как изоляция, то есть отчуждение ребенка от нормального социального общения, угрюмость, отказ от обсуждения проблем – это торговля запретами, оскорбление ребенка, терроризирование, то есть неоднократное оскорбление ребенка словами, формами, внушающие чувство страха. Это поддержание постоянного напряжения, запугивание и угроза. Это брань и сдезки. Это запугивание и наказание. Это также моральное разложение, привлечение и принуждение ребенка к действиям, которые противоречат общественным нормам и наносят ущерб ребенку. Но, опять-таки, прежде всего часто бывает в тех семьях, где очень часто бывает, и данный вид насилия, можно наблюдать даже в весьма благополучных семьях, стабильных семьях, но где есть завышенные требования по отношению к ребенку. Например, как форму проявления я наблюдала, присутствую на едином госэкзамене и поддерживая, проводя психологическую поддержку детей, девочка сдавая в 11 классе ЕГЭ. Это был последний экзамен, экзамен истории. Ребенок просто в ходе состояния истерики, истеричного состояния, мы долго не могли ее успокоить. Оказывается, суть в том, что семья для мамы, папы юриста весьма из такого известного круга. Ребенку уже приготовили будущее, то есть требования к ребенку были весьма высоки. И девочка понимает, что последний экзамен она просто сдать не может по тем или иным причинам, потому что переволновалась. То есть налицо было наличие эмоционального насилия, которое проявилось по ходу такого жизненного экзамена на ее пути. Хотя ребенка не успокоили, и экзамен был дан успешным. По каким же причинам можно установить, что ребенок является жертвой эмоционального насилия? Это предъявление, еще раз говорю, завышенных требований, с которыми не в состоянии ребенок справиться. Это суровые наказания ребенка. Это чрезвычайно критичное отношение по отношению к ребенку, обвинение и сравнение с другими детьми, конечно же, не в его пользу. Очень часто мы слышим, и психологи, если говорить на консультациях, когда мама начинает рассказывать о своем ребенке, и почему ты вот посмотри на Васю, да, вот какой Вася, а ты у меня, почему? Это тоже форма эмоционального насилия. Когда родитель злится и устрашающе ведет себя, когда ребенка не утешают, когда он в этом нуждается, когда публично оскорбляют, вороняют и унижают, осмеивают ребенка, обвиняют его во всех своих неудачах и делают из ребенка так называемого козлоотпущения. Наличие эмоционального насилия можно предполагать и на основе ряда физических и поведенческих проявлений ребенка. Если, например, ребенок эмоционально невосприимчив и равнодушен, грустен, субдепрессивен, у него явно выраженная депрессия. Если ребенок сосет пальцы, монотонно раскачивает, то есть есть какие-либо, еще раз говорю, невротические расстройства. Если ребенок замкнут себе задумчив или наоборот чрезмерно агрессивен, если он приклеивается к любому взрослому в поисках внимания и тепла, испытывает ночные приступы страха, плохо спит, не выказывает интересы к играм и к игрушкам в том числе. Физиологическая реактивность ребенка также может являться следствием того, что он является, того, что по отношению к нему проявляется эмоциональное насилие. Сюда относят ночной или дневной НРС, психосоматические жалобы, частые головные боли, боли в животе, в области сердца, особенно это свойственно младшим детям, то есть в возрасте где-то до 5 лет. Это замедление физического и общего развития ребенка. Ребенок жертвой эмоционального насилия растет сознанием того, что он плохой и несостоятельным во всем. В дальнейшем он воспроизводит уже усвоенные ими паттерны доведения в собственной жизни и в общении уже, опять-таки, еще раз повторим, то есть опять мы переходим к тому же самому замкнутому кругу. Особенности детей, подвергающимися эмоциональному и психологическому насилию. Задержка психоречивого развития, невозможность сконцентрироваться и плохая успеваемость, низкая самооценка, эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева, частых страхов, подавленное состояние, избыточная потребность во внимании, депрессия, попытки суицида, неумение общаться со сверстниками, нарушение коммуникативной функции. Это луж, воровство, девиантные, отклоняющиеся социальные поведения, а также нервно-психические, психоматические заболевания, нурозы, нурезы, кики и так далее. Теперь переходим к рассмотрению психологического насилия. В чем же отличие? Итак, психологическое насилие это совершенное по отношению к ребенку деяние, которое тормозит или вредит развитию его потенциальных способностей. Если эмоциональное насилие это постоянное, повышенное состояние тревоги, то тут имеется в виду нанесение вреда развитию и способностей ребенка. Хотя, говорю, по определению это даже все очень сходно. К психологическому насилию относят, например, частые конфликты в семье, непредсказуемое поведение родителей по отношению к ребенку. Английский психолог Алиса Миллер в 80-м году в книге «Для твоего собственного блага» сформулировал так называемую отравляющую педагогику. Комплекс воспитательных воздействий, которые ведут к развитию травмированной личности. Родители и учителя должны знать их и отслеживать в себе в тот момент, когда воспитание переходит в убийство души ребенка. Я цитирую то, что сказано в книге Олеси Миллер. Она формулирует правила, которые помогают убить душу ребенка. Родители – хозяева, не слуги, зависимого от него ребенка. Мы часто говорим, что ребенок, мы родители говорим, что ребенок – это моя собственность. Они определяют, что хорошо для ребенка, что плохо. Ребенок несет ответственность за их гнев. Если он сердится, виноват. Родители всегда должны быть защищены. Детское самоутверждение в жизни создает угрозу автократичному родителям. Ребенок должен быть сломлен, и чем раньше, тем лучше. Все это должно произойти, пока ребенок еще совсем маленький и не замечает этого. То есть, и частое применение, как правило, параллельно идет физическим, физическим насилием. Методы, которыми добиваются послушания, разнообразные, это, конечно, психологические ловушки, обманы, двуличность, леверки, отговорки, манипуляции, тактика устрашения, отвержения и так далее. Ну, например, можно слышать такие фразы, у тебя руки не из того места растут, ничего не трогай, ни к чему не прикасайся, все равно у тебя ничего не получится. Вот это форма психологического насилия. Основываясь на этих правилах, отравляющая педагогика формирует у детей следующие деструктивные установки и представления, и мифы, что прежде всего, любовь – это обязанность, которую нужно заслужить. Так, перескочили. Это высокая самооценка вредна, а низкая делает людей альтруистами и дает силы для дальнейшего развития. Это нежность и сильная любовь вредна, особенно это часто мы видим, проявляется по отношению к мальчикам, да, у нас существует, особенно это касается, кстати, восточных семей, что мальчика нельзя целовать, мальчиков нельзя обнимать, иначе мы их занежим, иначе мы их и залюбим, и ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя по опыту работают, и из тех данных, что я, по крайней мере, изучала, недолюбленных мальчиков на самом деле не бывает. И мальчики требуют любви и ласки на самом деле больше, чем девочки. Почему? Потому что в дальнейшем мальчик, строя свою семью, будет действовать теми способами, которые он видел по отношению и которые применялись по отношению к нему, да, то есть мужчина во взрослом возрасте будет обнимать женщину ровно настолько, сколько он видел это в своей семье. Дальше. Удовлетворять детские желания это неправильно, то есть должна быть суровость и грубость, что является хорошей подготовкой к жизни. Притворяться благодарным лучше, чем откровенная неблагодарность. То, как вы себя ведете важнее того, что вы на самом деле и собой представляете. Родители не переживут, если вдруг их обидеть. Родители не могут говорить глупости или быть виноватыми, да, родители всегда должны быть правы, и они не могут ошибаться. Добросовестное исследование правил, направляющих педагогик, какие формируют вот зависимую личность, с низкой социальной толерантностью. Однако, все это не означает, что дети должны воспитываться без всяких ограничений. Конечно же, когда мы выстраиваем систему воспитаний, всегда должны присутствовать как ограничения, также и ребенок четко должен знать, какие требования накладывают родители и что будет в том или ином случае. Следующий вид насилия это физическое насилие, это вид отношения к ребенку, когда умышленно ставится физически или психологически уязвимое положение, когда ему умышленно причиняют телесные повреждения или не предотвращают возможности его причинения. Определить, что ребенок стажет физического насилия можно по следующим признакам. Прежде всего, ну вот дошкольных образовательных учреждений нам легче это отслеживать, в силу того, что придя в ребенок в школу, как правило, дети в одежде, то есть мы не можем видеть физических повреждений. Итак, это необъяснимо возникшие кровопотеки, это шрамы, следы связывания, следы ногтей, следы от сжатия пальцев, это следы от удара по различными предметами, это следы укуса на коже, наличие на голове участков волос без кожи, необъяснимые следы от ожога, ожоги различными горячими предметами, необъяснимые переломы коси, вывихи раны, повреждения внутренних органов, если мы говорим о обследовании, это необычное состояние ребенка после насильственного приема алкоголя или лекарств, и это умерший ребенок с признаками насилия или убийства. С повторяющимся физическим насилием, о повторяющемся физическом насилии можно судить в том случае, если на теле ребенка имеются следы равных, свежие синяки, те, которые уже начали проходить и так далее. Факторы, связанные с семьей, на основании которых можно также предполагать. Известно, что в данной семье, вот опять мы говорим сейчас, у тех семей, которые мы должны всегда иметь в виду, это семьи, о которых мы знали, было раннее применение насилия, например, по отношению к другим детям или применение насилия к этому ребенку, но в более раннем возрасте. Это родители относятся к ребенку с необъяснимым презрением, пренебрежением. Родитель применяет жестокие приемы для дисциплинирования ребенка, позволяет себе ударить, избивать и так далее. В случае физической травмы ребенка родители, как правило, не обращаются в медицинское учреждение. Известно, что родитель угрожает ребенку различной физической расправы. описание родителям происшествия не совпадает с характером травмы у ребенка. Кто попадал, например, по каким-либо причинам в травматологическое деление или в хирургическое деление травмы у ребенка, вплоть до того, что он пальц придавил или ударился на улице, всегда идет подробный опрос, где, при каких условиях ребенок получил травму, при каких свидетелях или так далее. Спрашивают, как у родителя, спрашивают также и у ребенка, чтобы предотвратить вот эту несостыковку и выявить, было ли применено к ребенку физическое насилие. И родитель не может объяснить, соответственно, как возникла или иная травма у ребенка. На факт применения физического насилия также указывают особенности поведения жертвы. Это страх приближения родителей к ребенку, это пассивность, замкнутость или наоборот повышенная агрессивность, это избегание различных физических контактов. Например, широко известно, если подойти к ребенку и поднять руку, ребенок, по отношению к которому регулярно применяется физическое насилие или его стукают, что сделает? Он начнет просто пригибаться. Это застывший или испуганный взгляд, это необъяснимые изменения в поведении, когда прежде жизнерадостный ребенок наоборот становится убрюмым или наоборот ребенок спокойный, становится чрезмерно возбудимым. Вот на эти моменты, конечно, в поведении ребенка, хотя они могут появляться по разным причинам, нужно всегда обращать внимание. Это страх перед уходом из школы или детского сада домой или наоборот приход в образовательное учреждение. Это учащение случаев причинения себе вреда, саморазрушающее поведение, употребление алкоголя, наркотиков, это различные побеги из дома, это ношение одежды уже касается подростков, не подходящих как-то погодным условиям, например, с высокими воротниками, чтобы скрыть какие-то кровоподтеки. Это отчаянные просьбы и мольбы ребенка не сообщать родителям о его неудачах, запрогулы, если мы говорим о школе, плохое поведение. Особенности психического состояния и поведение ребенка, которые позволяют заподруйся физическое насилие в зависимости от возраста ребенка, потому что они также различаются. Вот посмотрите, в возрасте ребенка от рождения до полутора лет, как правило, это малая подвижность, безразличие к окружающему миру, отсутствие или слабой реакции на внешние стимулы, такие дети редко улыбаются и, как правило, уже констатируют задержку физического развития. В возрасте от шести месяцев до полутора лет это боязнь родителей и ребенок плачет или избегает вообще родителей уходя в другую комнату. Это боязнь физического контакта с любым взрослым. Это постоянная беспричинная настороженность, это плаксивость, постоянная замкнутость и печаль, это испуг и подавленность при попытке взрослых взять на руку. То есть в этом возрасте, вот сейчас посмотрите по динамике, как это проявляется, дети проявляют либо психосоматическими симптомами, либо нарушением поведения в плане чрезмерной чувствительности и плаксивости. В возрасте до трех лет опять-таки сохраняется боязнь взрослых, такие дети очень редко проявляют радость, реакция испугана плач других детей, крайности поведения, чрезмерной агрессивности до безучастности наоборот. В возрасте до шести лет это уже применение со случившимся, то есть ребенок, который регулярно испытывает насилие, просто-напросто к нему привыкает. Это пассивная реакция на боль, как правило, болезненная реакция у таких детей резко снижена. Болезненное отношение к замечаниям взрослым, псевдовзрослое поведение, вот тот случай, по которому я рассказывала, когда мать скрывала глаза на развратные действия по отношению к девочке, вот у девочки на самом деле мы наблюдали псевдовзрослое поведение, она стала себя противопоставлять матери и вести как взрослая женщина. Это негативизм, агрессивность, лживость, склонность уже к воровству и жестокость по отношению к животным. Ту жестокость, которую применяет по отношению к ребенку, он начинает уже переносить на другие объекты. В младшем школьном возрасте стремление скрыть причину, потому что дети уже понимают, что это стыдно, что это плохо. Это одиночество и отсутствие друзей вследствие нарушения коммуникаций. Это боязнь идти домой после школы в подростковом возрасте как избегание. Это чаще всего побеги и уход из дома. Это наиболее частые суицидальные попытки. Это уход в социальные группировки, делинквентное поведение, а также употребление психоактивных веществ. Физическое насилие явление достаточно распространенное, перескочили в нашем обществе. Например, только в нашем городе за последние пять лет родителям было убито две тысячи детей. Это статистика нашего города. Ежегодно около ста тысяч детей убегают из дома. Численность беспризорников растет, конечно же, угрожающими темпами. Каждый год около двух тысяч детей пытаются покончить с собой. Основными последствиями физического насилия для детей, конечно, является контроль над своей импульсивностью, снижение способности к самовыражению, отсутствия доверия к людям, непосредственное после травмы возникновение острых состояний, страхов, отсроченными последствиями могут стать садистские наклонности. И последний вид насилия сексуальное насилие, любое принудительное сексуальное действие или использование сексуальности другого человека. Это вид насилия, эта тема наиболее такая тонкая. они не любят говорить, ее избегают. Это еще особенности нашего общества. Большинство педагогов, а также и психологов боятся обсуждать данную тему. В беседах с детьми не задают правильные вопросы. Вот на следующем семинаре мы с вами рассмотрим вот эту структуру, как правильно разговаривать с ребенком, как правильно вести беседу и какие вопросы нужно обязательно задавать и как их задавать. В то же время, как показывает практика, даже при наличии объективной информации все внимание сосредотачивается на преступнике, тогда как жертва нуждается в первую очередь во внимании и необходимой социальной, психологической и медицинской помощи. Причем оказанная реабилитация в тот момент после травмы это еще не вся помощь, потому что я наблюдала ребенка, это был мальчик, насильственные действия были совершены по отношению к нему в возрасте семи лет, тогда он прошел полный курс реабилитации, вроде бы остановил, стало все стабильно, но через какое-то время, так как сразу не был задержан человек, который совершил данное насильственное действие, по ходу расследования через три года находит человека, который показывает, что он совершал неоднократно насильственные действия и данного мальчика опять привлекают к очным ставкам, к опознаванию данного человека и вот те слои, которые вроде бы улегли, мы вроде бы посчитали, что ребенок стабилен, пошел подъем, там были поведенческих изменений, то есть мы видим, что те симптомы, те проблемы, которые возникают у ребенка вследствие насилия, они просто так не проходят и они могут сказываться, и мы сейчас это посмотрим уже в своей взрослой жизни. Самая распространенная форма сексуального насилия это развратные действия. Около 70% детей, подвержившихся сексуальному насилию, испытывали развратные действия со стороны родственников и знакомых и только 28% со стороны родителей и опекунов. Проведенные данные указывают на то, что в 2-3 случаев носят семейный характер и только 1-3 детей страдает от насилия вне семьи. Самое главное опять мы приходим к насилию в семье. Обычно жертвами сексуального насилия являются дети моложе 12 лет, но наиболее частыми становятся дети в возрасте от 3 до 7 лет. Сексуальное насилие чаще всего происходит в семье где? Патриархально-авторитарный клап, плохие взаимоотношения родителей с ребенком, особенно с матерью, это конфликтные отношения между родителями, мать ребенка чрезмерно занята на работе и мало уделяет времени ребенку. Ребенок долгое время жил без родного отца и потом когда появляется опекун соответственно или отчим извиняюсь не опекун отчим или сожитель матери риск появления насилия резко возрастает. Мать имеет хроническое заболевание или инвалидность подолго лежит в больнице то есть ребенок остается без присмотра. родители или один из них является алкоголиками наркоманами токсикоманами дети не обязательно подвергаются насилию дети могут видеть проявление сексуальности между своими родителями это ничего не скрывается это тоже является сексуальным насилием на самом деле это на самом деле родители или один из них имеет какие-либо психические заболевания или мать в детстве подвергала сексуальному насилию и данный кстати тип поведения тоже мог Сексуальное насилие в отношении детей включает большое количество действий, дополняется такими из них, как принуждение или поощрение ребенка совершать сексуально окрашенные прикосновения к телу взрослого или ребенка. Принуждение ребенка к обнажению, вовлечению в оргии или ритуалы, сопровождаемые ритуальными действиями. Отметим, что не все сексуальные насильственные действия включают раздевание и прикосновение. Сексуальное злоупотребление над детьми это не обязательно принуждение угрозой или силой к выполнению сексуальных действий, но и сам факт сексуальных действий вместе с ними. Обычно жертвами сексуального насилия, мы уже сказали, дети моложе 12 лет и дети в возрасте от 3 до 7 лет. Сексуальному насилию в возрасте до 14 лет обычно подвергается до 30% девочек и 10% мальчиков. Мальчики чаще, чем девочки, подвергаются насилию в более раннем возрасте. Хотя в общей сложности сексуальное насилие над мальчиками, конечно, встречается в 3-4 раза, чем над девочками. Учитывая особенности посттравматического синдрома, который обязательно развивается после травмы, в том примере, про который я вам проговорила, это было налицо. Люди с большим трудом рассказывают о насилии даже в случае большого доверия к специалисту. Поэтому очень важны техники. Не обязательно это будет, на следующем семинаре мы рассмотрим, не обязательно это будет беседа. Не надо все выпытывать ребенка. На самом деле диагностичной может являться как рисунок ребенка, диагностичной может являться игра, игровая деятельность, на основе которых мы можем уже сказать, было насилие или нет. Итак, признаки сексуального насилия. Прежде всего физическая симптоматика, это изменение выражения сексуальности, изменение в эмоциональном состоянии, это изменение личности, мотивации, социальные признаки, появление невротических и психосоматических расстройств. Это признаки симптомов сексуального насилия. Физические симптомы, это порванное, запачканное, окровавленное нижнее белье, это различные гематомы, кровотечение, повторяющееся воспаление, говорю быстро, все вынесено на экран. Это головные боли, а также боли в области животе, это различные генерические заболевания. Это изменение высоты тембра голоса, очень, кстати, показательный элемент. Это чрезвычайная сонливость или наоборот бессонница. Признаками насилия являются различные изменения в поведении. Некоторые из них можно рассматривать как первые проявления посттравматического синдрома. Это прежде всего выражение сексуальности ребенка. Это чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания. Особенно это свойственно для детей дошкольного возраста. То есть ребенок будет повторять с игрушками те же самые действия, которые применялись к нему или свидетелем которых он был. Это соблазняющее, особо завлекающее поведение по отношению к противоположному полу и к взрослым. Вот это раннее проявление такого взрослости. Это сексуальные действия с другими детьми. Это необычная также сексуальная активность, которая начинается более с раннего возраста. Изменения в эмоциональном состоянии общения ребенка. Это замкнутость, изоляция, уход в себя. Это депрессивность. Это истерические поведения, частые смены настроения. Это нарушение, даже если у ребенка сформированы полностью коммуникативные качества, то в этот момент ребенок перестает общаться, особенно с противоположным полом. Это отчуждение братьев и сестер. Это терроризирование младших и детей своего возраста. Или наоборот, жестокое обращение. Это амбивалентные чувства по отношению к взрослым. Амбивалентные, то есть двойственные чувства. Например, ребенок стремится к телесным контактам, обнять, поцеловать. С другой стороны, он уходит от них. Это изменение личности, мотивации ребенка. Также социальные признаки. То есть изменение успеваемости, прогулок в школе, отрицание традиций своей семьи и так далее. Это изменение самосознания ребенка. Прежде всего, падение самооценки, очень частые мысли о самоубийстве и попытке, суицидальной попытке. И проявление невротических, психосоматических симптомов, боя оставаться в помещении наедине с определенным человеком. Боя раздеваться, а также ничем не оправданные головные боли, боли в области желудка и сердца. Последствия физического и сексуального насилия, конечно же, они велики. И вот мы сейчас опять возвращаемся к понятию посттравматических стрессовых расстройств. Итак, посттравматический синдром может возникнуть как и при физическом, так и при эмоциональном насилии. Посттравматическое стрессовое расстройство относится к группе тревожных расстройств. И оно включено, мы уже сказали, в международную классификацию нервно-психических и поведенческих расстройств. Симптомы ПТСР проявляются у детей и взрослых, которые испытали на себе. Воздействие события, выходящего за рамки обыденных человеческих переживаний, экстремально старсогенов для любого человека. Посттравматический синдром у ребенка может развиться, если ребенок стал очевидцем гибели, например, своей семьи в результате природных катаплизмов, военных действий, несчастных случаев. Ребенок сам стал очевидцем убийства или травматизации какого-нибудь другого человека. Или в результате повторяющегося физического и сексуального насилия. Тяжесть последствий насилия зависит, конечно, всего. И вот эти факторы нужно учитывать при работе. Когда мы производим диагностику, мы обязательно все эти четыре фактора должны учитывать. Прежде всего, от реакции окружающих, то есть от того, как семья отреагировала, как в школе отреагировали, если этот фактор раскрылся. Особенности поведения ребенка. Прежде всего, нужно учитывать возраст, нужно учитывать уровень развития и свойства личности. Как правило, у детей с нарушением интеллекта нет осознания самого факта насилия. Это личность насильника, кто являлся насильником, то есть это родственник или это чужой человек. И продолжительность частота и тяжесть насильственных действий. То есть это было разовое насильственное действие или оно регулярно повторяется. И насколько оно было тяжело по протеканию. Рассмотрим последствия сексуального насилия, потому что немножечко о последствиях не проговорили. В зависимости от возрастных категорий. У детей до трех лет им свойственны страхи, спутанность чувств, нарушение сна, потеря аппетита, агрессия, страх перед чужими людьми, различные сексуальные игры, то есть удовлетворение себя и психосоматика. Очень яркие психосоматические проявления. У детей у трех до семи лет, то есть у дошкольников, психосоматические симптомы выражены в меньшей степени уже и на первый план выступают эмоциональные нарушения. Тревога, боязливость, спутанность чувств, чувство вины, стыда, а также нарушение поведения. Это регресс, отстраненность, агрессия и так далее. У детей младшего школьного возраста появление амбивалентных чувств по отношению к взрослым, сложности в определении семейных ролей, страх, чувство, стыда, то есть такая двойственность по отношению ко всему. Для детей от 9 до 13 лет характерно то же самое, что для детей младшего школьного возраста, а также уходы в депрессию, десантливные эпизоды, чувство потери ощущения в поведении, изоляция, манипулирование другими людьми из цели, получение, кстати, сексуального удовольствия. И подростков для 13-18 лет это отвращение, стыд, вина, недоверие, это различные амбивалентные чувства по отношению, опять-таки, ко взрослым. Сексуальные нарушения, как правило, вторичным проявлением во взрослом возрасте, особенно это касается неотработанных случаев, да, те дети, которые не получили реабилитацию, это нарушение сексуальных ролей потом во взрослом возрасте. Как правило, такие уже взрослые люди не могут правильно сформировать семью, они не могут устанавливать отношения с противоположным полом или уходят... Господи, извиняюсь, потеряла мысль. Так, идем дальше. Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования. Вот я сказала, да, и везде часто как следствие постоянных и очень частных насильственных действий мы очень часто видим проявляющееся суицидальное поведение. Итак, что такое медицинская энциклопедия, Американская медицинская ассоциация отмечает, что самоубийство – это реакция человека на проблему, которая кажется непреодолимой, как, например, отчуждение, смерть какого-то близкого, особенно родителей, внутрисемейный конфликт и серьезная физическая болезнь, употребление наркотических веществ. Социолог Эмиль Дурхейм выделил четыре главные категории самоубийств. Это эгоистическое самоубийство, альтруистическое самоубийство, аномическое и фаталистическое самоубийство. Можете посмотреть, чем каждый вид, что свойственно каждому из этих самоубийств. Если эгоистическое самоубийство, когда жертвы предоставлены главным образом сами себе, они замкнуты, они имеют малое количество контактов и склонны к одиночеству, альтруистическое самоубийство наоборот, когда человек неразрывно связан с другими. Это такие повышенные коммуникативные связи людьми, коллективом, и которые могут пойти на самоубийство и на любую жертву ради группы людей или ради идеи. Это аномическое самоубийство, когда не могут люди справиться с трудностями и не видят другого смысла. В случае насилия мы как раз имеем аномическое самоубийство и фаталистическое самоубийство. Таким образом, в основе самоубийства чаще всего лежит стремление убежать, болезненного эмоционального состояния и мучительного самосознания. Особенности детских и подростковых суицидов состоят в первую очередь в своеобразии трактовок смерти. Вот тут можно рассматривать очень долго, как дети разных возрастов воспринимают смерть. Так вот, маленький ребенок, конечно же, не имеет представления о смерти. Оно понимается как длительное отсутствие или иное существование взрослого. То есть понятия смерти нет. Потом смерть начинает пониматься как чисто со стороны ритуалов. Если он видел, допустим, похороны, то смерть воспринимается как ритуал. Дальше. Отсутствие страха смерти – отличительная черта психологии детей. Поэтому к ним не подходит определение суицида как намеренного лишения себя жизни. Это, скорее всего, диалог с окружающим. Стремление наказать их за свою обиду, доказать свою значимость. Частыми мотивами суицида у детей является желание избежать наказания или пазуха. Например, в младшем школьном возрасте такие случаи были тоже неоднократны. Когда родитель уходит на родительское собрание, ребенок знает, какое наказание потом в дальнейшем последует и как способ избежать данного наказания приходит к суицидальной попытке. Детское неумение предвидеть последствия своих поступков, выйти в выход из сложившейся обстановки, максимализм суждений и отсутствие жизненного опыта создают ощущение безысходности и одиночества. Покинутость и незначительный конфликт становятся суицидальными. Полностью осознать, и мы говорим о реальном суициде, о том, что ребенок осознает попытку суицида как попытку ухода из жизни, только после подросткового возраста. Не все подростки, конечно, решаются на попытку самоубийства, но, как показывает статистика при таких анонимных опросах, очень многие об этом думают. Форма суицида у подростков. Это демонстративно-шантажная суицидальная попытка, это сам истинный суицид и внезапные решения. Демонстративно-шантажная суицидальная попытка. С помощью этого подросток пытается привлечь в себе какое-то чье-то внимание или добиться жалости, или вызвать какое-то иное чувство. Эти попытки, как правило, редко оканчиваются смертью, но, несмотря на то, что это именно демонстративное такое показное, на эти попытки нужно обязательно обращать внимание, игнорировать их нельзя, и, как правило, тут необходима обязательная помощь психолога или даже психиатра. Истинный суицид, как правило, проходит в результате длительной депрессии, то есть это не резкое внезапное решение. Желание умереть, оно действительно реально. Как правило, ребенок или подросток, подросток, мы говорим сейчас, до конца продумывает все, что будет, он внутренне с этим смиряется, но такие попытки очень часто, конечно, заканчиваются, к сожалению, смертью. И третий вариант – это внезапное решение, которое возникает по типу короткого замыкания. Испытывают моральное потрясение ребенку, не оскорбили на глаза у всех, или как внезапная реакция, ребенок выбирает суицид. Такие попытки могут заканчиваться, конечно же, трагически, но, как показывает практика, дети чаще всего становятся, конечно же, коллегами. Факторы суицидальной опасности. Пройдемся кратко, вы все увидите, все это вынесено на слайд. Не переключилось. Ой, не переключается. К сожалению, на слайд не могу переключиться на следующий слайд. Итак, это выделяют социально-демократические факторы, например, мужской пол. Уровень суицидов у мужчин в три раза выше, чем у женщин. Это возраст 15-19 лет, хотя о истинном суициде мы можем уже говорить в 12 лет. Это низкий образовательный уровень и семейная ситуация. Это медицинские факторы. Это психологическая патология. Это депрессия, зависимости от психоактивных веществ. Это шизофрения и соматические патологии. Это биографические факторы. Это гомосексуальная ориентация. В частности, после сексуальных насильственных действий, как вторичное, может формироваться именно гомосексуализм. Это суицидальные мысли, намерения, попытки в прошлом. По различным данным, до 60% завершенных суицидов повторные. К тому же повторные попытки чаще заканчиваются смертью, потому что они уже более продуманные. В 90% случаев суицидальное поведение, в виде угроз, высказываний, намерений. То есть это крик о помощи. Это вот как раз таки та демонстративно-шантажная суицидальная попытка. К индикаторам суицидального риска относятся... Ну вот, к сожалению, что-то зависло, не могу переключить. Это особенности сложившейся ситуации, настроения, когнитивной деятельности и высказывания человека, которые также увеличивают степень риска суицидального поведения. Суицидальные индикаторы риска. Прежде всего, в контексте нашей сегодня, самый главный индикатор – это насилие. То есть следствие совершенного насилия. Это поведенческие индикаторы. Злоупотребление всех активными веществами, это уходы из дома, самоизоляция, риск снижения повседневной активности и так далее. Это коммуникативные сигналы... Пытаюсь переключить. К сожалению, не могу. Суицидального риска. Давайте я вам еще раз пролистаю. Да, я уже увидела. Вот они, да. Посмотрят социально-демографические факторы, медицинские факторы, биографические факторы. Это индикаторы суицидального риска, о чем ситуационные и поведенческие. Это коммуникативные сигналы и когнитивные индикаторы, а также эмоциональные индикаторы. То, про что мы уже говорили, это амбивалентность по отношению к жизни. Это депрессивные настроения, безразличные и переживание и горе. Первая задача, конечно же, специалиста, педагога-психолога. Педагогов, которые работают с детьми, сводится к умению выявлять суицидальное поведение у детей и подростков, с которыми он работает. И на следующий раз мы будем говорить как раз о тех диагностических приемах, которые можно использовать. Но на основе наблюдений и бесед с детьми, их родителями, нужно обращать внимание, конечно же, на следующие признаки. Это проблемы со сном и потеря аппетита, склонность к уединению и отчуждению, это побеги из дома, резкое изменение во внешности, злоупотребление наркотиками или алкоголем, возбужденное и агрессивное состояние, это частые разговоры о смерти, пусть даже с такой, с иронией, со смехом, но это именно большое количество и частые возвращения именно к таким разговорам. Это угрызение совести, это чувство безнадежности, тревоги, депрессии, плача без причин и так далее. Это раздача личных вещей. Вот в том случае, когда мы говорим об истинном суициде, то, как правило, готовясь к суицидальной попытке, ребенок, так сказать, раздает все, что у него есть, оставляя о себе какую-то память. Это неспособность долго оставаться внимательным, то есть если мы говорим о познавательных процессах, то, как правило, мы имеем картина такого рассеянного внимания, когда ребенок не может сконцентрироваться на чем-то другом, кроме своих мыслей. Это утрата интереса, приятное для него занятие. Самобичевание, бывает и распутность, как форму, сейчас оторвусь, а потом вот что будет. Это членство в бандиле, сексте и эйфории после депрессии. Конечно, на основе одного из этих факторов нельзя говорить, что у ребенка есть признаки желания покончить с собой. Обязательно мы должны рассматривать хотя бы половину из этих факторов. Необходяйте, если вы в речи своего ребенка, в речи детей, с которыми вы работаете, увидите вот те моменты, о которых мы сейчас с вами поговорим, конечно, это требует уже немедленной помощи со стороны специалиста. Это социальная изоляция и потеря в связи с родителями, друзьями, педагогами, отсутствие доверительных отношений с кем-либо с окружающим. То есть ребенок убирает все ранее привычное для него. Это наличие четкого плана самоубийства. Это психозы с галлюцинациями, требующие покончить с собой или воссоединиться с умершим. Такое очень часто бывает в следствии гибели либо близкого члена семьи, либо кумира. Это мысль о смерти, несмотря на вмешательство родителей, друзей, врачей, педагогов. Это депрессия, особенно с идеями вины, чрезмерном чувстве стыда, самоунижения. Это попытки самоубийства в прошлом, утверждение, что самоубийство – это единственный выход из сложившихся ситуаций. Итак, то есть в контексте нашей сегодняшней темы насилия, как правило, вот эти депрессии, чувства стыда, самоуничтожения и рассмотрение суицида как единственной попытки и вообще выхода из сложившейся ситуации очень часто встречается, к сожалению, встречается. И, как правило, тут мы не говорим о шантажных, суицидальных попытках, как правило, мы говорим с вами об истинном суициде или о той мгновенной реакции, то есть о ситуативном суициде, которое очень часто встречается. Таким образом, последствия посттравматического синдрома оказывают влияние в целом, как мы уже рассмотрели, на психику ребенка и проявляются во взрослой жизни в форме адективного и девиантного поведения психосоматических заболеваний, нарушения половой идентификации, и нарушения сексуальных отношений у партнеров. У физического и сексуального насилия мы с вами рассматривали, есть как схожие, так и отличающиеся последствия, что необходимо учитывать в дальнейшей психотерапевтической работе. Выявление детей, подвержившихся насилию, оказанием помощи, конечно же, лучший способ препятствовать распространению насилия в следующих поколениях. И это задача нашего с вами следующего семинара. И закончить хочется вот такими словами, которые сказал Мартин Лютер Кинг. Темнота не может разогнать темноту, но это способен только свет. Ненависть не может уничтожить ненависть, только любовь способна на это. Ненависть умножает ненависть, насилие умножает насилие, а грубость умножает грубость. Спасибо вам за внимание. Если сейчас, к сожалению, я пыталась быстро изложить весь материал, поэтому я не обращала внимания, были ли вопросы. Так, вижу, что вопросов нет. Спасибо за внимание. Надеюсь на дальнейшую с вами встречу, где мы уже рассмотрим. То, что я озвучивала по ходу семинара. До свидания. Уважаемые коллеги, я присоединяюсь к словам благодарности Марине Владимировне за интересный вебинар, за интересную тему, за тот спектр, в котором была рассмотрена эта тема. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что вы можете заказать сертификаты участников данного вебинара, пройдя по нашим ссылочкам, которые вам были даны либо в чате, либо вы можете увидеть с правой стороны вашего экрана. И если вдруг у вас возникают какие-то трудности или проблемы с оплатой, вы можете звонить по бесплатному телефону в Академии, и наш специалист, менеджер с удовольствием вам поможет и разъяснит, каким образом можно поступить. Ну и, конечно же, еще раз хочу сказать о том, что Марина Владимировна любезно согласилась продолжить рассматривать данную тему в такой вот практикоориентированной направленности. И я думаю, что вам будет интересно, и вы будете в последующем участниками наших вебинаров. На сегодня я благодарю вас за участие. И еще раз говорю, вы можете получить сертификат участника вебинара, заказав его, пройдя по ссылочке, которую вам указал специалист. Либо в чате, либо на баннере с правой стороны. Можно увидеть. И мы приглашаем вас принять участие в наших конференциях, одна из которых будет проходить в декабре. Это международная сетевая научно-практическая онлайн-конференция мониторинга формирования личностных результатов гос. общего образования, где свои материалы, свои доклады представят известные педагоги, ученые, практики, учителя и исследователи, которые, в общем-то, занимались данной проблемой в рамках всероссийского проекта. И вы также можете зарегистрироваться на эту конференцию, нажав на кнопочку «Зарегистрироваться». Ну и некоторые наши дополнительные услуги – это дистанционная поддержка методических мероприятий. Вы тоже можете ознакомиться с ней на нашем сайте, где мы предлагаем ряд услуг. И, конечно же, обращаю ваше внимание на то, что Международная академия повышения квалификации профессиональной переподготовки проводит набор слушателей на профессиональную переподготовку по 16 направлениям и на курсы повышения квалификации, которые осуществляет Международный славянский институт. И документ установленного образца, установленного государством, который имеет государственный регистрационный номер, вы можете получить от системы высшего образования Международного славянского института. Ну и воспользоваться нашими услугами, поскольку дистанционное обучение будет осуществляться на нашей платформе с привлечением ученых, практиков. И надеемся, что данное образование будет проходить для вас в удобной форме, ненавязчиво, интересно, познавательно. И вы можете передать такую информацию вашим знакомым, которые сегодня нуждаются в соответствующем образовании, в соответствующих квалификационных требованиях, которые диктуют профессиональный стандарт либо педагога, либо воспитатель, либо педагога дополнительного образования, педагога-психолога, преподавателя среднего профессионального образования высшей школы, и иные требования, например, федеральных государственных образовательных стандартов. Еще раз говорю, вы можете пройти по ссылочке на наш сайт и ознакомиться с перечнем курсов профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации. Сегодня я вас благодарю, желаю вам здоровья, успехов, профессионального роста, ну и чтобы все было хорошо. До свидания. Продолжение следует...